Доброе утро. Это «Разница во времени». Короткие чайные новости от ttips.ru. В последнее время как-то часто стала попадаться на глаза информация о напитках, которые называются виноградным чаем. Причем совсем не о бароматизированных разными виноградными штуками классических чаях и не о чаях, выдержанных в бочках из-под портвейна или пина нуара, а о чайных напитках, изготовленных из растений, в названии которых присутствует слово «виноград». Причем как минимум о трех таких напитках. Первые два изготавливаются из винограда культурного, того самого, который «Витя свинифера» и из ягод технических сортов которого изготавливается вино, а ягоды столовых сортов которого мы с удовольствием едим в сыром виде. Так вот, из винограда культурного, повторюсь, можно изготовить два напитка чайного типа. Один из ягод, другой из листьев. Ягодный виноградный чай изготавливается из измельченной кожуры винограда, обычно красного. С белыми сортами не будет того эффекта. Такой чай есть, например, в ассортименте наших коллег из Ассоциации производителя органического чая Грузии. Называется он, понятное дело, хванчкара, и если такой напиток закрепится на рынке, то можно не сомневаться, что рано или поздно кто-либо скажет, что этот чай был любимым чаем товарища Сталина. Второй виноградный чай из «Витя свинифера» – это чай из листьев, который можно совершенно спокойно обрабатывать по чайным технологиям. Про индустриальное изготовление такого напитка я не слышал, но кустарный чай из виноградных листьев делают многие энтузиасты. Получается примерно так, как на роликах, которые я опубликую отдельно в сообщениях. В разные странные торговли время от времени попадается еще чай из виноградных косточек, но его я с вашего позволения проигнорирую. Ну а третий виноградный чай производится совсем не из винограда, а из растения, которое называется виноградовник, или ампилопсис, или, как сейчас иногда утверждают наши китайские коллеги, никемес. Короче говоря, с этим растением есть некоторая неясность, которая, впрочем, не особо мешает. Большая часть источников, в том числе и китайских, оперирует названием ампилопсис, по нему и нужно гуглить. Для изготовления напитка чаще всего используются молоденькие листья ампилопсис гросса дентата, ампилопсиса грубозубчатого. С переводом гросса дентата я, понятное дело, могу ошибаться. При этом надо понимать, что род ампилопсис достаточно представительный, и в чайное дело кое-где идут и листья других видов, но чаще всего именно гросса дентата. Это растение распространено в Китае, в Хунане, Дзиньси, Фудзяне, Хубэе, Гуанду, и других местах. Это лиана, при определенных допущениях напоминающая виноград культурный, но при внимательном рассмотрении совсем не похожая. Растет на склонах горы холмов и в основном в лесах и рощах, чтобы было за что цепляться. В китайской напитковой и травяной культуре используется большей частью как лекарственное растение, причем по некоторым источникам примерно с 5 века, и достаточно активно исследуется именно с лекарственной точки зрения. Напиток из листьев эмпилопсиса традиционно используется как противоядие, как обезболивающее при зубных болях и боли в горле, для понижения артериального давления, как бодрящий напиток и кучей других китайских способов. Полезная травка, короче. В разных регионах Китая этот напиток известен под десятками разных названий. Одно из самых известных – Мао Ян Мэй Ча. Под ним его активно раскручивают в джан-дзя-дзя. Это в хунане. В текстах на английском языке для обозначения этого напитка обычно используется термин вайн-ти. Не вайн, как вино, а вайн, как лоза. Что, конечно, можно перевести только как виноградный чай и никак иначе. Ну и если вспомнить, что русское название эмпилопсиса – виноградовник, то виноградный чай вообще становится неизбежен. Не виноградовниковый же в самом деле. Короче говоря, виноградный чай бывает разным. Не перепутайте. Это была «Разница во времени». Оперативные чайные новости от ttips.ru. Удачи!